Да, с 9 мая РУТУП лежит. Лежит, причем конкретно. Сам факт и объем этих угроз, он настолько большой сейчас, и атаки настолько мощные, что предвосхитить их невозможно. Канируют постоянно все наши ресурсы, и просто была задача устроить какую-то диверсию к 9 мая. Хакеры или злоумышленники были глубоко внутри информационных систем. Беспрецедентная атака на ресурсы РУТУП, собственно, поразила нас всех. Вот эта картинка. Я хотел, чтобы Михаил тоже набрал с компьютера, и можно было бы показать. Да, с 9 мая РУТУП лежит. Лежит, причем конкретно. Уже которые сутки эксперты занимаются решением проблемы. А это что эксперты? Несколько экспертных команд привлек РУТУП. В том числе специалистов экспертов Центра безопасности и так далее. Здесь даже были слухи о том, что им удалось, им, злоумышленникам, удалось нанести удар по, собственно, основе всего программного обеспечения, что был поражен код, собственно. Вообще типа уничтожен. Да, уничтожен. Дальше последовало опровержение, что это не так. Но то, что официально подтвердили, я еще раз это озвучу, действительно масштаб поражает. В результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий. Далее в ручном режиме нужно восстанавливать серверы, собственно. Да, и переснимать все ролики. Ну, подожди, просто чего хотелось бы, знаете, заметить. Вообще РУТУБу нелегко. А когда все скопом побежали, значит, в этот, значит, в ЮТУБ, наш отечественный вот этот вот хостинг. В том числе госструктуру. Да. Туда перешли. То ЮТУБ, он сошел с ума, что следовало. Он никогда не думал, видимо, у меня такое ощущение, что будет настолько популярным. Вот, ну, люди там сидели, работали, получали зарплату, делали какой-то хостинг. Он никому не нужен был. И вдруг вот такой ажиотаж, и мы все увидели, и в первую очередь разработчики самого РУТУБа, да, увидели всякие разные недоделочки. А их было много. И лиха беда начала. И всякого рода враги тоже, в принципе, не спят. Это вообще можно было ожидать, что такое будет. Ведь, согласитесь, можно было ожидать, да? Знаете, теоретически, наверное, думаю, я, может, было принять что-то заранее. Ну, из всего, знаешь, Грибович, из всего, что можно было бы ожидать в этом роде, долбанули, извините, именно по РУТУБу. А почему еще долбить? Представь себя, как представитель западной военщины, адресинщине и биологичной. Ну, когда-то хакеры, например, соревновались в тем, кто, значит, нанесет удар по базам Пентагона, и это удалось сделать, кстати, в свое время. Слушай, давайте не о горячем, давайте о холодном. Мы живем в эпоху холодных всяких разных действий, не горячих. Итак, мы приглашаем к разговору. И мы сейчас через секунду пригласим, потому что один из экспертов завис. Ага, ответ опять завис. Его атакуют. Его атакуют за оком, потому что я знаю, это значок. Все, разатаковали. Отлично. У нас на связи Дмитрий Артемович, специалист по информационной безопасности. Дмитрий, здравствуйте. 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 А также Дмитрий Николаевич Мариничев, российский предприниматель и общественный деятель, интернет-омбудсмен, член экспертного совета агентства стратегических инициатив. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем все-таки со стратегических инициатив, подумал я. А уж потом детали будем разбирать. Ну, у нас вопрос такой дилетантский, что нельзя было заранее предусмотреть. Это что вот это? И теперь, где нам ждать? И вообще, что это по факту, что ли, выясняется? Да. Что какие-то достаточно крупные сетевые ресурсы не защищены? Наверное, не совсем так корректно говорить. Конечно же, технические специалисты, администраторы предполагали, что будет атака, будут какие-то проблемы. Естественно, от угроз защищались. Нельзя сказать, что все было спустя рукава. Просто сам факт и объем этих угроз, он настолько большой сейчас, и атаки настолько мощные, что предвосхитить их невозможно. И пока то, что мы с вами слышим снаружи, не будучи погруженными в информационные системы внутрь, то здесь еще видно и социальный инжиниринг присутствует. Потому что поразить, соответственно, и продакшн, и бэкап, и, собственно, поломать код таким образом, чтобы его было сложно восстановить в автоматическом режиме, говорит о том, что злоумышленники проникли очень глубоко внутрь непосредственно компаний, то есть внутрь информационных систем, и использовали их с некими правами доступа, а не просто продедосили, положили, уронили, покарабтили и так далее. Поэтому здесь, наверное, предвосхитить все невозможно. Примерно так же, как вы не можете предвосхитить, что будете идти по улице, и вам не упадет кирпич на голову. И почему бы нельзя было идти в каски для того, чтобы минимизировать последствия падения этого кирпича. Вот здесь ситуация, она ровно точно такая же. То есть все предвосхитить невозможно, и только расследование покажет истинные причины и истинный размер бедствия. Откуда они взялись, и чей-то недосмотр, или это случайное истечение обстоятельств. Здесь можно все предполагать, все что угодно. Честно говоря, я бы, ну я не знаю, если в области рассуждений, я бы так не рассуждал, что может все что угодно произойти, и кирпич может на голову упасть. А ну нельзя сегодня, в принципе, как-то так относиться к этому делу. То есть средства массового вещания, тем более сети, достаточно, ну, учитывая времена, это серьезная стезя, и в принципе, там надо предусматривать. Надо предусматривать. По-другому как бы нельзя. Я бы не хотел виноватить сразу системных администраторов. А я не виноватю никого, системных администраторов. Предвосхищали, конечно же, не сделали все, что необходимо было сделать, и с этим тоже мы можем согласиться. Но в то же время надо понимать, что на сегодняшний день вычислительные возможности настолько велики, что позволяют за полчаса, максимум за 40 минут просканировать весь интернет на предмет уязвимости всех подключенных к интернету устройств, так или иначе. И, естественно, вывести из строя такой сервис, и так серьезно вывести, я подразумеваю, что это не просто проникновение извне. Это все-таки более сложная концепция. И здесь, конечно, вы правы, нужно было думать о информационной безопасности, применять специальные средства и инвестировать в эту часть. И здесь, конечно, недосмотр, он присутствует, он есть, и со стороны топ-менеджмента в первую очередь. — Дмитрий Николаевич, правильно я вас понимаю, что вы однозначно намекаете, что, скорее всего, утечка была. Так просто вот взяешь, не подломаешь, не сломаешь. Вы еще очень много интересных слов сказали. — Не задедочишь. — Да, не дай. — Я думаю, что если бы это был просто такой внешний взлом, то сломали бы продакшн, то есть то, что крутится на серверах, которые обслуживают клиентов, и эту поломку достаточно быстро бы восстановили из бэкапа или, соответственно, накатили новую версию и точно так же проиндексировали базы. Но то, что пока мы видим, я повторюсь, мы оперируем с вами только теми отголосками информации, которые находятся в паблике, то есть в общественном доступе, то на основании этого можно сделать умозаключение, что все-таки хакеры или злоумышленники были глубоко внутри информационных систем. И, собственно, также звучат слова о том, что требуется проверить возможное наличие или доступ к информации со стороны третьих лиц и блокировать любые попытки, точно так же продолжать вредить изнутри, то это говорит о том, что какой-то взлом был не совсем такой простой, достаточно глубокий. Но я подозреваю, что это все-таки социальная инженерия здесь также работает. — Понятно. — Это еще более тревожная тогда картина, да, получается? Потому что непонятно тогда, куда нужно направлять основные средства. Есть ли вообще смысл прокачивать безопасность, если социальная инженерия, на мой взгляд, понятно, куда надо. И есть смысл прокачивать, но это, думаю, и я, а вот что скажет... — Дмитрий, да. — Дмитрий Артемович, теперь вам слово. Здесь вопрос такой, согласны ли вы с тем, что, так сказать, без социальной инженерии такой ресурс не положить, и, значит, были люди, которые изнутри помогали это все сделать или как-то допустили эту возможность? Вот это сам первый вопрос. — Ну да, и на самом деле, что произошло, на ваш взгляд? — Ну, версия имеет право жить, так скажем, но мне кажется, что все-таки было немножко все по-другому. Просто западные спецслужбы, я думаю, они сканируют постоянно все наши ресурсы, и просто была задача устроить какую-то диверсию к 9 мая. Ну вот, нашли слабое звено, нашлась где-то уязвимость, запустили там червяка, который там все поформатировал. В принципе, здесь ничего такого я тоже не вижу. Если он файл поудалял, то поудалял, в принципе, установленный код, но это все равно займет какое-то время на восстановление. Просто с точки зрения ресурсов, которые вот у нас там периодически глючат государственные, у них как-то у всех, ну, это же принадлежит «Газпром-медиа», «Газпром-медиа» на 51% государственный. — Но мы по-другому его и не воспринимаем, да, согласны. — Да, у нас как-то везде с отделом именно IT-безопасности, а это же не просто администраторы, как вы сказали, которые проворонили, но администраторы — это что? Он просто сервера настраивает. Это определенный, во-первых, сбор последних уязвимостей должен быть. Должны быть специальные инструменты, которые сканируют сайты на эти уязвимости, системы и так далее. Это должно прогоняться каждый раз. При каждом обновлении нужно проверять, проводить аудит. Интересно, вот мне, в принципе, в России существуют ли такие свои, скажем, инструменты, или они были западные, нам, например, к ним также ограничили? — Извините, Дмитрий, перебью вопрос, очень вопрос у меня важный. А в России существуют свои инструменты поиска уязвимостей? — Он не говорит, он не говорит, он же задает этот вопрос, да. — Я, честно говоря, не знаю, но мне кажется, что нет. То есть есть базы, в которых выкладывают всякие новые ошибки, да, кто-то должен структурировать это, добавлять в сканеры. У нас, по-моему, с отраслями на IT-безопасности как-то все не очень хорошо. То есть у нас, например, аудит безопасности обязана проходить системы, работающие с карточными платежами. Вот это вот прям международный стандарт. Чтобы у нас требовался проходить аудит операторам персональных данных, такого нет. — Хороший вопрос, да. Что-то Дмитрий Николаевич хотел сказать в тему. — Да, у нас такой аудит проводится, и компании достаточно сильные. У них есть собственные решения, которые позволяют эмулировать атаки и проверять на предмет уязвимостей. И даже нужно больше сказать, что Рудьёп проверялся, подвергался аудиту и занимался им группой ВИ. Это было чуть больше, по-моему, года назад. После чего группа ВИ выдала достаточно много рекомендаций относительно изменения информационной системы и усиления мер безопасности. Были они выполнены или не были выполнены со стороны Рудьёба, мы не знаем. Это вот как бы будет известно. Но такое проводилось, и это было. И если, вот я повторюсь свою мысль, если это не было сделано, и вот, собственно говоря, те обнаруженные уязвимости сыграли такую злую шутку, то это опять вопрос к топ-менеджменту компании. А не к непосредственным исполнителям. Но и ни с кого никак я не снимаю ответственности. Тут, может быть, действительно, я соглашусь с Дмитрием, огромное количество версий происходящего. Может быть и банальный червь, может быть и злоумышленник, глубоко проникший внутрь интернета, внутрь сети и руками форматировавший, соответственно, базу данных или что-то выполняющее нехорошее. Здесь пока это всё так, домыслы. Это верно, хорошо. Просто вот Дмитрий сказал по поводу инструментов, то, что аудит проводился, ну, наверняка, а может быть и не так давно, учитывая там обстоятельства. Инструменты чьи? Не отечественные разработки для этого используются, а западные. Отечественные. 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 А Дмитрия... Дмитрий Артемович. Дмитрия была улыбка. Что означало улыбка? Пожалуйста, Дмитрий. Я просто низкого мнения о группы IB, вот и всё. А, низкого мнения о группе IB. Вот, в среде профессионалов, да, существуют вот разные взгляды разных профессионалов друг на друга. Дмитрий Николаевич, вы упомянули слова расследования, несколько раз сослались на результаты этого расследования. А сколько оно может длиться, вот, когда мы, обыватели, узнаем что-то, опять какие-то отголоски, какой-то выводы нам понятны, и как вы думаете? Я думаю, неделю-две. А, Дмитрий, ваш прогноз? Дмитрий Артемович. Как быстро? Да, как захотят, так и скажут. А, нет, имеется в виду, ну, я думаю, они уже знают. А, они уже знают, вы думаете? Ну, конечно, а что так долго там сидеть, разбираться-то? Ага, теперь задача, в принципе, запустить сервис, да, потому что, ну, как-то странно, вот мы сейчас вещаем, а ведь не вещаем же, а хорошо вещали на Рутюбе, надо сказать. Да, у нас там, мы им поверили вот так вот. А мы им поверили. Подождите, я хочу, Дмитрий Артемович, тогда спросите, вот по поводу этой улыбки, а что, да, можно ли вы сказать в целом, что отечественные способы вот этого цифрового аудита, они, ну, по вашему мнению, качественные. Да, они несовершенные уступают аналогам западным. Ну, я, честно говоря, не скажу такого, я не особо знаю, как у нас тестируют, я просто хочу сказать, что у нас в государственных компаниях с этим, конечно, проблема, потому что, наверное, вы помните, пару недель назад даже президент сказал, что в каждой... Да, вот я хотел об этом поговорить, да. ...подразделении, да, должно быть создано подразделение IT-безопасности. Ну, вот это вот большой вопрос у меня тоже был. Должно быть создано, если цитировать, должно быть создано, это, насколько я понимаю, на сегодняшний день, значит, это не создано. Ну, это, во-первых, не создано. И сколько надо, чтобы оно было создано. Тогда, в принципе, такие происшествия, это вполне нормальный процесс. Да, ну, вот вопрос такой, сначала, так сказать, Дмитрий Николаевич, потом тоже Дмитрий, но я тоже услышал эту новость, и для меня это, знаете, было так, создайте систему IT-безопасности, и это означает, что вообще у всех, у кого есть какие-то внутренние сети, серверы, сервисы, сайты, они должны этим заняться. А насколько это все-таки все это возможно, если мы видим, что крупнейшие ресурсы падают, так сказать, не могут быть защищены, то что можно говорить о тех, кому вот это предписали вдруг, неожиданно. Ты нас имеешь в виду орехов, да? Кого? Я думаю, что на самом деле это разумная инициатива, потому что вот сегодня уже мы упоминали в беседе тот же самый стандарт PCI DSS, который необходимо проходить аудит всем банкам и всем, кто работает с платежными системами, с любыми, причем там с мастер-кардом, визой и так далее. Это гарантирует общую системность в построении безопасности всей сети. Я думаю, что здесь можно пойти по такому же пути, то есть это должен быть некий стандарт, на который проходит с точки зрения атак, уязвимости и внутреннего построения информационной безопасности все компании с государственным участием. И это вполне себе реализуемая и приемлемая вещь. Вот как раз проводить внешние атаки, сделать строительство А вот эта проверка на этот стандарт, это может проводить сторонняя организация или это вы имеете в виду, что есть инструмент, который под силом освоить тем... Это нет. Это внутренняя проверка, она должна работать постоянно, но хотя бы там раз в полгода должна раз в год проводиться внешним игроком, профессиональным игроком, соответственно, на который точно так же аккредитован, как при PCI-DSS и компании, которые проводят уже это независимо на предмет всех возможных уязвимостей, являются таким вот эталоном, ну просто даже не консалтером, а такими белыми хакерами. Понятно. Сейчас просто мне... Это по аналогии с финансовым аудитом. Да, я хотел сказать, что аудиты, когда приходят люди и что-то... Дмитрий, ваши отношения, насколько реалистично действительно сейчас надо ставить вопрос о том, что массово в пределах Российской Федерации все-таки налаживает такую систему всеобъемлющую IT-безопасность. Сколько времени уйдет реально? Ну, конечно, это нужно делать, при этом, если будет сторонний какой-то аудитор, который проводить по-любому, чтобы компания прошла такую сертификацию, у нее должен быть внутренний отдел тех самых безопасников, которые будут готовиться к этому аудиту. Сколько времени, чтобы обучить персонал? Ну, конечно же, это месяцы. Это месяцы. Это за несколько дней либо недель не сделаешь. Можно обойтись тем персоналом, который уже есть у людей, у которых там есть свои сервисы, серверы, сайты. Или надо дополнительные расходы какие-то. Ну, по-хорошему нужен какой-то, во-первых, нужен какой-то курс, то есть где людей будут целенаправленно учить делать то, 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 то и то. Потом нужен стандарт сертификации таких компаний. Особенно желательно сертифицировать также еще компании, не только все государственные, но те, кто работает с персональными данными, чтобы они не утекали постоянно. То есть нужно разработать стандарт, нужно, ну, не знаю, скопировать с PCI DSS, что там будут тестировать и так когда-то. Ну, в пределах года это можно сделать. Это прям доведение целой отрасли до нового масштаба. Ну, да. И последний вопрос. Дмитрий Николаевич, а ваши оценки, если это возможно сделать, когда Рутуб заработает? Нам хочется на нем вещать. Мы в него поверили, и у нас там были хорошие, так сказать, охваты. Я не оракул, я честно не знаю. Ну, может, что-то слышали, может, просто личное мнение. Я много уже слышал, и что он заработает в обязательном порядке сегодня, и что его уже восстановили, и восстанавливают, и вот-вот все включится. Я очень надеюсь и верю, что сервис оклемается, так скажем, восстановит свою работоспособность и будет продолжать уже в новом качестве свою работу. Но когда это произойдет, я не готова сказать. История даже последнего времени, она показывает, что очень крупные сервисы, иностранные сервисы падали настолько критично, что уже не восстанавливали свою работу. Поэтому здесь говорить о том, что сервис восстановится, ему нужно на время такое-то или такое-то, ну, знаете, может быть, он восстановится, но для этого надо будет переписать код и, соответственно, перезапуститься. Это займет месяц и тогда. То есть создать Рутуб по новой, с нуля, получается, да? Как вариант. Я не хочу гадать. Это просто не благодарно и несправедливо по отношению к людям, которые сейчас занимаются его восстановлением. Мы пожелаем этим людям прежде всего успеха, психического здоровья, запаса, мощности, равновесия. И, вы знаете, новый Рутуб, который будет в тысячу раз лучше старого. А может, это и правильно. Знаете, иногда лучше заново построить что-то, чем исправлять то, что сделали. Что уже однажды сломалось. А что вы хотели сказать? В классике написали, а пожар в Москве пошел на пользу, похорошела Москва. Да, так и с Рутубом. Хорошо. Ладно, будем смотреть с точки зрения исторического оптимизма. Вместе с нашими уважаемыми экспертами будем смотреть. Дмитрий Артемович, специалист по информационной безопасности. Спасибо вам. Спасибо за разговор. И Дмитрий Николаевич Маринчев, российский предприниматель и общественный деятель, интернет-омбудсмен, член экспертного совета агентства стратегических инициатив. Спасибо за разговор.